Ирина Максимочкина в педагогике уже почти 20 лет. За это время выпустила более тысячи учеников. Ее подопечные занимают первые места на престижных олимпиадах и конкурсах. Профориентационное состязание по физике, которое организовал завод ОДК Кузнецов, не стало исключением. Из 30 награжденных – пятеро ученики Ирины. Любить их, слышать, чувствовать, что они хотят и создать те условия, которые сделают их успешными. Попадая на такое предприятие, каждый ребенок сразу чувствует себя частью того процесса, который масштабный, огромный и может запустить ракету в космос. Главная цель Олимпиады – популяризация аэрокосмической отрасли и смежных с ней специальностей, чтобы уже со школьной скамьи сформировать кадровый резерв предприятия. После окончания школы ребята смогут претендовать на участие в спецпроекте целевого обучения инженеров нового поколения – «Крылья Ростеха». Особенности этой программы в том, что уже с первого курса студентов смогут отправить на практику на реальные производства. Еще одним приятным бонусом станет повышенная стипендия. А на старших курсах учащиеся смогут поехать в зарубежную стажировку. По окончании учебы выпускников обеспечат рабочими местами на ОДК Кузнецов. Чем раньше мы начнем вовлекать, тем больше вероятность того, что молодежь загорится этой идеей, потому что идея – это самое главное. Если у тебя есть идея, ты в нее веришь и двигаешься к достижению поставленной цели, то обязательно все получится. Аэрокосмическая отрасль сегодня развивается буквально по часам. Космос стал частью жизни миллиардов людей на планете, спутниковое телевидение, многочисленные навигационные системы. Еще 60 лет назад такое невозможно было и представить. На фантастическую реальность замахнулись лишь единицы, которые сейчас герои страны. Юрий Гагарин, Константин Циолковский, Герман Титов. Возможно, в ближайшие десятилетия этот список пополнится новыми фамилиями из числа тех, кто сегодня делает свои первые шаги в науке и получает заслуженные награды. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.